Фридрих Энгельс Йозефу Блоху в Кёнигсберг, Лондон, 21 сентября 1890 года, фрагмент письма Согласно материалистическому пониманию истории, в историческом процессе определяющим моментом в конечном счете является производство и воспроизводство действительной жизни. Ни я, ни Маркс большего никогда не утверждали. Если же кто-нибудь искажает это положение в том смысле, что экономический момент является будто единственно определяющим моментом, то он превращает это утверждение в ничего не говорящую, абстрактную, бессмысленную фразу. Экономическое положение – это базис, но на ход исторической борьбы также оказывают влияние и во многих случаях определяют преимущественно формы ее различные моменты надстройки. Политические формы классовой борьбы и ее результаты – государственный строй, установленный победившим классом после выигранного сражения и тому подобное. Правовые формы и даже отражение всех этих действительных битв в мозгу участников – политические, юридические, философские теории, религиозные воззрения и их дальнейшее развитие в систему догм. Существует взаимодействие всех этих моментов, в котором экономическое движение, как необходимое в конечном счете, прокладывает себе дорогу сквозь бесконечное множество случайностей, то есть вещей и событий, внутренняя связь которых настолько отдалена или настолько труднодоказуема, что мы можем пренебречь ее, считать, что ее не существует. В противном случае применять теорию к любому историческому периоду было бы легче, чем решать простое уравнение первой степени. Мы делаем нашу историю сами, но, во-первых, мы делаем ее при весьма определенных предпосылках и условиях. Среди них экономические являются в конечном счете решающими. Но и политические, и тому подобные условия, даже традиции, живущие в головах людей, играют известную роль, хотя и не решающую. Прусское государство возникло и развивалось также благодаря историческим и, в конечном счете, экономическим причинам. Но едва ли можно, не сделавшись педантом, утверждать, что среди множества мелких государств Северной Германии именно Бранденбург был предназначен для роли великой державы, в которой воплотились экономические, языковые, а со временем реформации и религиозные различия между Севером и Югом, и что это было предопределено только экономической необходимостью, а другие моменты не оказывали также влияния. Прежде всего, то обстоятельство, что Бранденбург, благодаря обладанию Пруссией, был втянут в польские дела, и через это в международные политические отношения, которые явились решающими также и преобразовании владений австрийского дома. Едва ли удастся кому-нибудь, не сделавшись посмешищем, объяснить экономическое существование каждого маленького немецкого государства в прошлом и в настоящее время, или происхождение верхненемецкого передвижения согласных, превратившего географическое разделение, образованное горной цепью от судет до таунуса, в настоящую трещину, проходящую через всю Германию. Во-вторых, история делается таким образом, что конечный результат всегда получается от столкновения множества отдельных воль, причем каждая из этих воль становится тем, что она есть, опять-таки благодаря массе особых жизненных обстоятельств. Таким образом, имеется бесконечное количество перекрещивающихся сил, бесконечная группа параллелограммов сил, и из этого перекрещивания выходит одна равнодействующая, историческое событие. Этот результат можно опять-таки рассматривать как продукт одной силы, действующей как целое, бессознательно и безвольно. Ведь то, чего хочет один, встречает противодействие со стороны всякого другого, и в конечном результате появляется нечто такое, чего никто не хотел. Таким образом, история, как она шла до сих пор, протекает подобно природному процессу и подчинена в сущности тем же самым законам движения. Но из того обстоятельства, что воля отдельных людей, каждый из которых хочет того, к чему его влечет физическая конституция, и внешние, в конечном счете, экономические обстоятельства, или его собственные, личные или общесоциальные, что эти воли достигают не того, чего они хотят, но сливаются в нечто среднее, в одну общую равнодействующую, из этого все же не следует заключать, что эти воли равны нулю. Наоборот, каждая воля участвует в равнодействующей и постольку включена в нее. Далее я прошу вас изучать эту теорию по первоисточникам, а не из вторых рук. Право же, это гораздо легче. Маркс не написал ничего, в чем бы эта теория ни играла роли. В особенности великолепным образцом ее применения является 18-я брюмера Луи Бонапарта. Точно так же множество указаний есть и в «Капитале». Затем я вправе, пожалуй, указать на мои сочинения. Переворот в науке, произведенный господином Евгением Дюрингом и Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии, в которых я дал самое подробное, насколько мне известно, изложение исторического материализма из всех существующих. Маркс и я, отчасти, сами виноваты в том, что молодежь иногда придает больше значения экономической стороне, чем это следует. Нам приходилось, возражая нашим противникам, подчеркивать главный принцип, который они отвергали, и не всегда находилось время, место и возможность отдавать должное остальным моментам, участвующим во взаимодействии. Но как только дело доходило до анализа какого-либо исторического периода, то есть до практического применения, дело менялось, и тут уже не могло быть никакой ошибки. К сожалению, сплошь и рядом полагают, что новую теорию вполне поняли и могут ее применять сейчас же, как только усвоены основные положения, да и то не всегда правильно. И в этом я могу упрекнуть многих из новых марксистов, ведь благодаря этому также возникала удивительная путаница. Опубликовано в собрании сочинений Маркса и Энгельса, издание 2-е, том 37-й.